16-й итоговый пленум Брестского городского комитета БРСМ собрал в одном месте самых активных членов организации. На повестке два важных вопроса – подведение итогов за прошедший год и определение вектора дальнейшей работы. Все как обычно, но все же этот пленум немного отличался от других. Хотя бы потому, что непростая эпидемическая ситуация, в условиях которой приходилось жить и работать, среди молодых людей не осталась незамеченной. Мы выполнили более 300 заявок именно за 2020 год. Если говорить немножко о статистических данных, это уже 60% заявок от области, которых было выполнено. То есть это волонтеры нашей ковид, которые помогали бабушкам, одиноким, пожилым, престарелям, гражданам. Это и горячие линии, это и помощь в уборке сейчас, да, снега, то есть у нас есть такой челлендж. Нам удалось достичь многого по различным направлениям. Это и молодежные отряды охраны правопорядка, это и студотрядовское движение, это и здоровый образ жизни, это и волонтерское движение. В условиях пандемии количество адресных посещений граждан и помощь людям увеличилась в два раза. Помощь в доставке рецептов, необходимых продуктов, пожилым, одинокопроживающим и людям с инвалидностью, приоритет от которого не отступали волонтеры. Все силы были брошены на предупреждение распространения COVID-19. Раньше мы очень часто участвовали, помогали в каких-то фестивалях, там, например, «Миллениум», «Беловежская зорка». Сейчас, так как этих фестивалей уже особо нет, это все проходит в дистанционной форме, мы, соответственно, не помогаем. Но очень часто просят пожилые люди, какие-то ветераны помочь где-то купить лекарства, еду, потому что они сами боятся выходить на улицу, чтобы не заразиться, потому что это все очень серьезно. И всегда, если поступают звонки, всегда стараемся помочь. Волонтерство – это лишь малая часть деятельности организации. В областном центре порядка 11 тысяч молодых людей являются частью большого общественного объединения. Несмотря на отмену масштабных мероприятий в этом году от брендовых проектов, таких как «100 идей для Беларуси», «Чудеса на Рождество», «День вышиванки» отказаться не могли. Правда, проводили их в соответствии с соблюдением противоэпидемических норм и правил. Несмотря на те условия, что 2020 год был достаточно сложен в рамках, включая и эпидемиологических мероприятий, но ребята показали свою активность. Они провели ряд мероприятий, в том числе патриотические мероприятия, которые начинаются с марта месяца в городе Бресте, и цикл их идет. Эти все мероприятия показали, что наши дети активны, то есть наша молодежь активна. Это радует. Молодежные лидеры Брестского городского комитета БРСМ знают, что ежегодно необходимо прирастать не только новыми членами общественного объединения, но и идеями. Потому у активистов уже есть интересные инициативы на ближайшее время. Хотелось бы как минимум приумножить, как минимум сохранить то, что у нас сейчас достигнуто. Ну и конечно же, наверное, если брать волонтерскую деятельность, мы хотим начать деятельность с помощью бездомным животным. Потому что на самом деле это животрепещущая тема, и очень актуальна она и была в 2020 году. Поэтому мы сегодня хотим наметить план именно работы в этом направлении. Планы перспективы сохранять и приумножать результаты, а значит, актив Брестского городского комитета БРСМ еще не раз заявит о себе. Ирина Кузьмич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУКТВ.